В эфире «Центр новостей». Мы начинаем информационные вещания в студии Анары Едигеева. Доброе утро. В Астрахани асфальтовые заводы готовятся к предстоящему дорожному сезону. В 2022 году в областном центре планируют отремонтировать более 17 километров дорог. Также в Астрахани продолжатся работы на переходящих объектах. В их числе улицы Куликово и Борис Алексеево в Кировском районе. Дорожные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчики будут работать как в центральных, так и в отдаленных районах Астрахани. Подрядные организации по всем объектам уже определены. Сейчас специалисты готовят спецтехнику и оборудование. Готовятся к новым дорожному сезону и асфальтовые заводы. Сейчас на предприятиях идет завоз инертных материалов. Подрядчик не сможет выйти на ремонт улицы Адмирала Нахимова, пока специалисты островодоканала не устранят аварийный участок подземной канализации. В этом году по плану БКД улицы Адмирала Нахимова должны капитально отремонтировать. Но прежде чем на объект выйдут дорожники, стоит задача привести в порядок коммунальные сети, чтобы уже потом не пришлось скрывать только что уложенный асфальт. Сейчас на Адмирала Нахимова меняют участок лопнувшей трубы на сетях канализации. Специалисты меняют железобетонные и керамические трубы на пластиковые диаметром 600 мм. Они должны прослужить не меньше 50 лет. Также прокладывают новые основания под шесть канализационных колодцев. Как отмечают специалисты, с поставками материалов сбоев нет. Все комплектующие доставляют из Волгограда. В настоящее время в подрядной организации заменено 40 метров трубы из 184. После выполнения восстановительных работ нормализуется водоотведение по улицам Адмирала Макарова, Ровная, Бижонова, Литейная, Котельная. В Астраханской области продолжается капитальный ремонт медучреждений в рамках региональной программы. В прошлом году на местные больницы и поликлиники было выделено более 380 млн. рублей. Сегодня ремонтные работы медучреждений идут в Володарском, Камызиакском, Красноярском и Крянинском и Наримановском районах. Наша съемочная группа проследила за ходом работы в амбулатории села Волжское. Бюст вождя пролетариата на входе в амбулаторию села Волжское явно намекает на возраст здания. Медучреждения, построенные в период застоя, говорят, не ремонтировали ни разу. И вот капитальное обновление. Замена была всего, начиная от крыши и заканчивая внутренними работами. На весь ремонт почти 10 млн. рублей. Средства выделили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Открытие подрядчик ставит перед собой, это конец апреля, май месяц. Амбулатория закрыта на ремонт вот уже как полгода. Жители на обследование ездят в районный центр. Федеральная трасса хорошо просматривается из окон местной амбулатории. В непосредственной близости от учреждения находится и остановка. То есть до районного центра порядка 10 минут езды жители населенного пункта могли беспрепятственно добраться до самого Нариманова. В Волжском живут почти 3,5 тысячи человек, многие пенсионеры. К терапевту обращались и анализы сдавали. Например, отсюда ехать в Нариманов анализ сдавать, накладно. К услугам супругов Гавриленко функция вызов врача на дом. По звонку они приезжают из Наримановской больницы. Проходите, что, в кровати, наверное, расположен туда? Можно диванчик, как вам удобно. Измерить давление, сатурацию могут даже забрать кровь на дому или сделать ЭКГ. Мне назначают уколы, это уже плюс то, что я не еду в Нариманов делать. Здесь уколы. Мне даже делали систему, потому что я не могла ехать. У нас, если мы позвонили, в течение 10 минут, от силы 10 минут, если не раньше, они прилетают. При этом, утверждают врачи районной больницы к услугам населения медицинское такси. Показания есть для обследования, то поликлиническая машина неотложной помощи. Также социальные службы выделена машина специально на довоз инвалидов, пенсионеров. Но даже при идеальной логистике жители Волжского ждут открытия местной амбулатории и даже желают, чтобы здесь открыли дневной стационар. Когда врачи под боком, это очень хорошо. Таких жалоб, чтобы население там жаловалось, что на неоказание медицинской помощи не наблюдалось. Впрочем, ждать сельчанам, судя по всему, осталось недолго. По словам главврача районной больницы, ремонт амбулатории закончат в мае этого года. Артем Лепехин, Александр Арзамасов, Центр новостей. В Астрахани перекрыли одну из центральных улиц. На улице Шаумяна, дом номер один, до улицы Бера ограничили движение. На этом участке произошла авария на сетях канализации. На месте работают три аварийные бригады, задействованы четыре единицы техники астроводоканала. Автомобилистов просят заранее выбирать альтернативные пути проезда. Также в Астрахани из-за строительства многоэтажного дома Анна Фиолетова с 21 марта частично ограничат пешеходные движения на участке от дома номер 25 до дома номер 27. Строительство дома подрядчик планирует завершить в феврале 2023 года. 75-летний юбилей отмечает анестезиолог-реаниматолог детской больницы имени Селищевой Юлия Лозина. Врача поздравил депутат Госдумы Леонид Огуль. Юлия Лозина родилась во врачебной семье. Астраханский медуниверситет окончила в 1977 году. В разные годы работала на острове Сахалин в городе Тамари Сахалинской области. Врач ежедневно помогает десяткам пациентов и сотням детей в год. На лечение к Юлии Лозиной приходят дети с разными патологиями. Онкозаболеваниями, сахарным диабетом, токсиологическим отравлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Анестезиолог-реаниматолог лечила детей с коронавирусной инфекцией. Юлию Лозину поздравили коллеги и депутат Госдумы Леонид Огуль. Парламентарий тоже проходил практику у врача. Даже в свой юбилей врач не взяла выходной, а вышла на работу. Я в профессии с 1977 года. Мысли об уходе или смене профессии у меня не было никогда. Я работала здесь и работаю по сегодняшний день. Работа мне нравится. Особенно нравится положительный исход. Мы проходили через определенную такую вот школу, где у врача, у настоящего врача, не бывает одного учителя. Но мы постоянно учимся. И вот Юлия Ивановна – это один из тех ступенек, которые проходит врач той специальности, которую она учит. Реаниматолог, наунотолог. Выпускникам детских домов оказывают комплексную помощь. В Астрахани стартовал проект «Твой ориентир». С детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на бесплатной основе работают юристы, психологи и социальные работники. Новый проект запустило региональное отделение Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны». С какими проблемами чаще всего сталкиваются выпускники детских домов и как Содружество помогает их решить? Об этом в материале Лианы Коплановой. Мы начинаем с какой-то конкретной цели. О целях и достижениях. Специальная лекция в профессиональном училище АГАСУ. Учебный план такого не предполагает. Это спецпроект. И в зале студенты разных специальностей. Объединяет их одно – они сироты. Для тех, кто по разным причинам остался без попечения родителей, Содружество выпускников детских домов проводит серию лекций. Это проект «Твой ориентир». И сегодня со студентами работает психолог. Решить проблему или помочь разобраться в себе. Потому что это очень важно. Потому что, скажем так, дети-сироты не всегда бывают с резервных полном объёме, как это бывает у детей в обычных семьях. Ильнуру Амирову понадобился год, чтобы разобраться в себе. О том, насколько болезненной может быть социализация, он знает, кажется, всё. Год назад обычный бытовой спор привёл к тому, что Ильнур принял импульсивное решение отчислиться из колледжа. Не хватило коммуникативных навыков и юридических знаний. Как итог – ни образования, ни пособий. В региональном отделении Содружества выпускников детских домов ему помогли восстановиться. Он снова студент, но уже на других условиях. Социальных выплат теперь у меня нет. Теперь я и учусь, и работаю. Колледж пошёл на уступки, но не то, что на уступки, это было решение суда, чтобы я мог учиться и работать. С этой историей начался проект «Твой ориентир». В течение года в среднеспециальных и высших образовательных учреждениях авторы проекта проводят тренинги по правовой грамотности, раскрепощению и коммуникации. Студентам рассказывают о мерах государственной поддержки. На реализацию проекта из бюджета области выделили 600 тысяч рублей. Региональное отделение Содружества выпускников детских домов «Дети всей страны» стало победителем в региональном конкурсе на предоставление субсидий для НКО. В рамках работы этих площадок у нас ещё идёт дополнительная работа. Ребята подходят, задают свои личные вопросы и имеют возможность получить на них ответы и в дальнейшем решить все вопросы. То есть мы сегодня здесь присутствуем не только для того, чтобы проинформировать о существующих мерах социальной поддержки, но и оказать им помощь реальную. За реальной помощью в Содружество обратился Ислам Давлаков. У астраханца ДЦП. До совершеннолетия получал пенсию по инвалидности. В 2017 году инвалидность сняли. Я на пенсию жил, да. Но так, когда я лишился этой пенсии, получается, что пошли трудности. Постоянной работы у Ислама нет. Такую ответственность возьмёт не каждый работодатель. Сейчас Ислам готовится к медкомиссии. За дело взялись юристы и социальные работники. Участники проекта «Твой ориентир» и специалисты работают сообща. Минимизируем риски негативного социального поведения, подсказываем, помогаем, консультируем. Ну и вот эта комплексная работа как раз-таки позволяет помочь ребятам по всем направлениям, и они уже выходят во взрослую жизнь достойными гражданами. Комплексную помощь получают более 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года Содружество выпускников детских домов планирует посетить не менее пяти средних профессиональных и высших учебных заведений и помочь решить проблемы студентов. Леана Капланова, Игорь Нефиденко, Руслан Асанов, Центр новостей. Пока это все новости. К этому часу больше информации на нашем сайте. Ну а мы ждем от вас тем для репортажей. Пишите нам в мессенджеры и звоните в редакцию. Хорошего начала, рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин